Дмитрий Снегирёв, военно-политический эксперт, подключается к нашей беседе. Добрый вечер, Дмитрий. Дмитрий, приветствуем. Добрый вечер. Россия запустила вот этот маховик, дала старт развитию военно-промышленного комплекса во многих странах мира. Миллиарды на это уже тратят. При этом сама Россия в Украине теряет катастрофически просто масштабно очень много техники и остаётся фактически с голым тылом. Остаётся Россия. Как вы думаете, к чему это всё приведёт, когда страны, цивилизованные, сильные страны развиваются, усиливают свои армии, а Россия теряет последнее в Украине? Ну давайте начнём с конкретных примеров о так называемом снарядном голоде. На данный момент Соединённые Штаты приняли программу о увеличении производства снарядов до 250 тысяч штук в год. В то время как производственный комплекс Российской Федерации способен давать лишь 125 тысяч. Тысячи или миллионов, извините? И давайте учтём, что речь идёт только о Соединённых Штатах Америки. Не без, соответственно, стран НАТО, то есть европейских партнёров. Это показатель возможностей российского ВПК, то есть, скажем так, возможностей российской стороны по сравнению со странами НАТО, они мизерны. К чему это приведёт, уже приводит. Расконсервация старой техники танки Т-62. 62 – это год выпуска. Давайте посмотрим и заявление о том, что так называемые частично мобилизованные, они вооружены винтовками Мосина, производствующего Царской России. Плюс, соответственно, комплекты индивидуальной защиты. Стальной шлем 62. То есть, речь идёт о том, что сейчас материально-техническое снабжение оккупантов – это то, что осталось на складах ещё со времён Советской Армии. Благодаря действию экономических санкций, производства и высокоточного оружия, и, соответственно, снарядов Российской Федерации фактически замедлилось. Сейчас Российская Федерация судорожно пытается восстановить либо собственные ВПК, либо найти поставки вооружения с третьих стран, так называемых стран-изгоев. Так, Дмитрий, я уточню. Вы сказали, США 250 тысяч снарядов в год или в месяц, может быть? Нет, в год. Просто Украине в месяц надо 250 тысяч штук. Я понимаю, но дело речь идёт, это только Соединённые Штаты. Речь идёт о том, что решением Рамштайна-8, Рамштайна-9 расконсервированное производство снарядов ещё советского калибра 152 мм, в том числе на территории Румунии, Польши, Болгарии, Чехии и других стран. То есть, вот то количество миллионов штук, это вполне, ну скажем так, то количество, которое смогут страны НАТО поставить Украину в ближайшее время. Для понимания ситуации, до начала войны у Российской Федерации на складах было порядка 15 миллионов снарядов, в то время как у Соединённых Штатов лишь 2,5 миллиона. Соответственно, после широкомасштабного вторжения были приняты соответствующие меры и выводы. И производство, то, что вы показывали в своих видеосюжетах, до этого производство вооружения и, соответственно, снарядов увеличилось в разы. Поэтому законтрактованное количество, там даже не один миллион, а в два миллиона снарядов именно НАТОвского калибра, они в ближайшее уже время начнут поступать в Украину. Плюс давайте говорить о том, что Укроборонпром запустил линии по производству и танковых снарядов, и снарядов калибра 152 мм. И, соответственно, мы можем говорить о том, что, несмотря на все усилия Российской Федерации, ВПК Украины работает в ускоренном темпе. Дмитрий, раз уж заговорили о встрече в формате «Рамштайн», завтра очередная встреча. Десятая встреча стран, которые поддерживают Украину активно на военном уровне. Как вы считаете, чего ожидать от этой встречи? Какие заявления могут прозвучать там, и каких конкретных отраслей или какого конкретного вооружения они будут касаться? Давайте уже посмотрим на заявления стран-участниц «Рамштайна». Польша заявила уже о конкретных сроках передачи МиГ-29. Причем речь идет о том, что МиГ-29, они модернизированы именно под натовские образцы вооружения, в том числе крылатые ракеты, повитрия на обозувание. Плюс давайте и посмотрим на другие заявления уже министра обороны Резникова. Уже говорится даже не о танковой авиационной коалиции, а о морской коалиции, в которую ходят уже три страны. То есть речь идет не только о модернизации, соответственно, сухопутных войск, но и фактическом восстановлении с нуля украинских военно-морских сил. Плюс решаются проблемы логистики, то есть обеспечение танковой коалиции. Это создание ремонтных баз, обучение танковых экипажев и, главное, танковых механиков. И то, что будет решаться на Рамштайне, это ускоренный характер передачи Украине именно наступательных видов вооружения, в том числе артиллерийских снарядов, про которые мы с вами говорили. То есть создаются условия для успешного характера контрнаступления вооруженных сил Украины. Интересно, что в преддверии 10-го Рамштайна представители Соединенных Штатов Америки в очередной раз заявляют о том, что они не будут против, если другие государства захотят передать Украине свои самолеты. Как обычно в международной политике нужно читать между строк. Как следует понимать подобные заявления? О том, что авиационная коалиция уже существует де-факто. И заявление правительства Польши тому подтверждение. Польша опять дала четкий сигнал другим странам Запада. Мы готовы. Мы не просто готовы, мы передаем. Следующий шаг за вами. И, соответственно, давайте посмотрим на заявления правительств Великобритании и Франции о том, что они готовы принимать украинских пилотов и проводить, соответственно, обучение уже непосредственно в моменте овладения либо французскими миражами, либо, соответственно, самолетами производства Великобритании. Там совместный проект. То есть, я хотел бы, ну, скажем так, опровергнуть тот скепсис по поводу авиационной коалиции. Речь идет о, я еще раз подчеркиваю, поступательном характере решения вопросов. К сожалению, там несколько ключевых вопросов, которые тормозят ускоренный характер. Это первое, обучение пилотов. Второе и самое основное, обучение техников. Оно занимает, к сожалению, до полутора лет. И третье, это создание логистической базы, то есть ремонтных баз на территорию, в первую очередь, стран НАТО. Ну, то есть, подводя некий промежуточный итог всего вышесказанного, речь не идет о том, чтобы F-16, например, не рассматриваются вообще как вариант предоставления Украине. А вместо этого будут Миги, Тайфуны и другие варианты самолетов. F-16 все так же остаются, как один из вариантов той техники, которая будет передана нам. Верно? Абсолютно. Абсолютно верно. Поэтому давайте говорить о том, единственное, о чем идет вопрос, может быть расширена линейка. Это не обязательно F-16, это могут быть Миражи, либо шведские Гриппины. Но, тем не менее, сам вопрос авиационной коалиции, он стоит в повестке дня. И что касается корабельной коалиции, я еще уточню. Резников говорил о том, что Нидерланды могут передать нам несколько минных тральщиков для обеспечения безопасности судоходства. Также известно, что в Турции строится что-то для Украины. А можем ли мы рассчитывать на получение кораблей, катеров другого класса? Тех, которые помогут, допустим, в высадке десанта при деоккупации некоторых украинских территорий? Или боевых кораблей, которых сейчас у нас нет? Абсолютно верно. Давайте говорить о заявлении правительства Великобритании, которое рассматривало, еще до войны, в 21-м году было заключено, межправительственное сообщение на сумму приблизительно 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, которые предусматривали первое строительство двух военно-морских баз. Это в Очакове и, соответственно, Бердянске. Но после захвата Бердянска планы несколько были скоррегированы. Но основное это возобновление фактически строительства ВМФ, либо суден для ВМФ Украины на верфях Великобритании. И самое главное, коллеги, о том, что и Великобритания, и Франция заявила о обучении подразделений морской пехоты. То есть две ведущие европейские страны фактически дали понять Российской Федерации, что рассматривают сценарий именно военной деоккупации Крыма. Потому что украинская сторона, в отличие от российской, будет использовать морскую пехоту согласно функционала, а не в качестве штурмовиков в полях Донбасса. Поэтому это не только военный, но в первую очередь политический сигнал поддержки наших устремлений в моменте деоккупации Крыма. Дмитрий, и немножко о другом хотим поговорить теперь. Минобороны Великобритании выступило с интересным докладом. Подтвердили, естественно, что Россия несет колоссальные потери, катастрофические в этой войне. Однако вот что интересно, Путин всеми способами бережет от этих плохих новостей относительно благополучные. Москву и Санкт-Петербург, там погибших, значительно меньше по сравнению с другими регионами. Вот в частности, во многих восточных регионах смертность, вероятно, в процентном отношении к населению в 30 и более раз выше, чем в Москве. Кое-где больше всего страдают этнические меньшинства. В Астрахани около 70% жертв приходится на казахское и татарское население. Так вот вопрос. По вашему мнению, как долго Путину, Шойгу, Минобороны будет удаваться поддерживать вот такой статус неведения в центральных городах, в то время как глубинка условная несет такие катастрофические потери? Давайте говорить о том, что Российская Федерация ведет империалистический характер войны, то есть за счет порабощенных народов. Соответственно, первые, кто пойдут в мясорубку на территории Украины, это будут представители малых народов, что, соответственно, и происходит. Это практика и тактика действий Российской империи. То есть основная ударная сила будет состоять из так называемых нацрегионов. По поводу Москвы, в свое время даже в российских СМИ проскочило весьма интересное сообщение. Это заявление коммуниста Виктора Соболева из Комитета Госдумы по обороне. Он заявил о том, что Москва якобы выполнила задание по мобилизации только на 50%. Хотя в столице выдали мизерный план. Причем он заявляет, и дальше прямая цитата. Вот такая гнилая у нас столица. Вот это ответ. Ну, слушайте, на этой цитате можно будет и закончить. Спасибо вам большое. Дмитрий Снегирев, военно-политический эксперт, был в нашем эфире. Спасибо.